Добрый день! Мы сегодня с Александром Дороздовым, одним из руководителей компании InnoData. Сегодня поговорим о нашем треке по подготовке Chief Data Officers для представителей органов власти, который мы запустили на острове. Меня зовут Вера Адаева, я руководитель проектного центра по интеграции национальной технологической инициативы и программы «Цифровая экономика» в агентстве стратегических инициатив. Александр, вы один из ключевых наших преподавателей и по справедливости имеющий большие позитивные отклики от наших учеников. Хотела, наверное, с вами обсудить, как вы вообще оцениваете уровень учеников, их готовность к реализации проектов, связанных с данными, и вообще, что, может быть, заинтересовало в нашей, в общем, довольно-таки специфичной аудитории. Ну, вообще, я, если честно, был приятно удивлен той аудитории, собравшейся теми людьми. И вообще всегда очень приятно видеть в одном месте такое количество заинтересованных и неравнодушных людей. И на самом деле тот подход к делу, который они проявляют в проработке своих кейсов и вообще к отношению к этим задачам, действительно очень такая положительная тенденция. И если, находясь в Москве, ты, в принципе, видишь, как развиваются в том числе и органы власти, и как это, в первую очередь, проявляется с точки зрения удобства для населения, ну, в первую очередь, эти же услуги, которые они оказывают, они направлены на население, на потребителей этих услуг, то здесь собралось достаточно большое количество представителей из большого числа регионов. И если, видя это в Москве, появляется какая-то, наверное, надежда на лучшее, то здесь в таком формате появляется даже не то, что надежда, а уже уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении. И вот ситуация в стране меняется в положительную сторону. Это вот очень позитивное, мне кажется, позитивное направление движения. И такое мероприятие, мне кажется, очень правильное, потому что оно помогает в том числе и регионам между собой общаться, и вырабатывать какие-то задачи, которые будут не локальны в каких-то отдельных регионах, а будут федерального уровня. Ну, у нас действительно представители 34 регионов, но как вы думаете, Александр, что им вообще требуется для того, чтобы они вообще начали работать с данными, и дальше потихоньку-потихоньку система бы перестраивалась от субъективных решений, которые не всегда на самом деле правильны и корректны, потому что даже, в общем-то, многие управленцы говорят о том, что мы принимаем решения по наитию, мы можем, в принципе, предполагаем, что у нас может быть до 50% ошибок, и, с одной стороны, очень рассчитывают на технологии в принятии решений, с другой стороны, чтобы даже какой-то процент решений, действий чиновников перевести в технологическую плоскость, нужно, мне кажется, еще очень много что сделать, вот какие, может быть, несколько шагов, которые, исходя из того, что вы обсуждали при решении кейсов, можно сделать сейчас уже органы власти, чтобы какие-то, в общем-то, их проблемы решить, там, ну, те же очереди, те же вопросы, связанные с правильной организацией, лекарственного обеспечения или, там, госуслуг, на самом деле, принципы примерно похожи, несмотря на разность отраслей. Ну, сейчас, как бы, находясь в 2018 году, мы находимся в ситуации, когда от этапа накопления, наверное, данных, когда степень информатизации уже достаточно большая, нужно переходить и нужно делать непосредственные шаги в сторону использования данных. И как раз вот госорганы, как являются ярким представителем структуры, которая обладает достаточно большим количеством данных, им нужно начинать ими пользоваться. Как раз вот такого рода мероприятия, в которых в режиме, я бы сказал, даже такого акселератора, в положительном смысле, представители органов госластия учат находить правильные подходы к данным, находить правильные способы их использования и начинать вырабатывать решения на основании этих данных. Потому что, действительно, сейчас нельзя игнорировать тот большой объем информации, который есть, и надо принимать решения, основываясь, как бы, на реальных фактах. То есть эра экспертов, она, наверное, прошла в том плане, что действительно сейчас решения начинают приниматься уже не экспертно, не интуитивно, а достаточно есть большая база знаний, которая позволяет эти решения делать правильный выбор и правильные управленческие решения принимать на основании этих данных. Как вы считаете, вообще, в принципе, как вот может быть экспертно оценить, в каких сферах, кроме тех, которые вот мы обсуждали, здравоохранение, туризм, госуслуги, повышение собираемости налогов, образование, образование, в каких еще сферах, может быть, и коллеги к вам обращались с какими-то запросами, могут быть применены технологии, связанные с управлением данными и вообще работа с большими данными в государственном сегменте? Ну, мне кажется, здесь нет каких-то явных ограничений или рекомендаций, в каких сферах их правильно применять, в каких неправильно. Наверное, правильный ответ будет, что в любых. Ну, вот из тех кейсов, которые еще обсуждали, это и туризм, в первую очередь, потому что это действительно большой пласт и социальной аналитики, в том числе, он может использоваться представителями регионов для того, чтобы развивать регионы, развивать туризм в регионах. А здесь, наверное, нет каких-то ограничений. Любые сферы, которые так или иначе накапливают данные, везде нужно их использовать. Как вы думаете, кто может быть помощниками? Потому что, с одной стороны, мы действительно знаем, что государство — это крупнейший хранитель, владелец данных, с одной стороны. С другой стороны, совершенно разные аспекты жизни людей, они охватываются другими участниками нашей жизни, другими субъектами. Как вы думаете, из каких источников еще могут, может, государство подчеркнуть данные, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, какая модель была бы оптимальна в взаимоотношении и для органов власти, и для бизнеса? Потому что в этом вопросе диалог очень важен. Здесь абсолютно согласен. И вот с необходимостью такого рода сотрудничества встречались, в том числе, и при обсуждении кейсов команд. И очень многие представители регионов говорят о том, что они готовы идти навстречу бизнесу. И, наверное, здесь нужно искать как раз совместные точки соприкосновения и точки взаимных интересов. Потому что регионы и вообще органы госластия, они действительно обладают большим объемом данных, которые могут быть полезны для бизнеса. И здесь можно и нужно, наверное, вырабатывать какие-то совместные решения, когда бизнес предлагает свою экспертизу, свои технологии, свои, может быть, даже какие-то готовые решения в обмен на данные. И вот здесь такой взаимный интерес. С одной стороны, бизнес популяризирует свои услуги в том или ином регионе, а регион отдает данные, создавая базу, в первую очередь базу данных. Не в смысле технологии, а в смысле большого пласта данных для построения этих решений. Александр, расскажите, какие наиболее распространенные заблуждения наших учеников, когда они к вам приходили проконсультироваться или когда они задавали вам вопросы? То есть мы не будем сейчас называть конкретные регионы, но просто, как вот на ваш взгляд, потому что мое было внутреннее ощущение, что когда мы начали весь этот процесс, и когда мы разговаривали с коллегами, было ощущение, знаете, такого элемента шаманства. Дают таблички с цифрами, а оттуда, значит, вылетают какие-то мега-решения, причем с какой-то совершенно исключительностью в части правильности, да, совершенно совершеннейшая фантастика. А вот какие, может быть, еще заблуждения, с которыми столкнулись? Здесь, наверное, все-таки не заблуждения, а это, наверное, какая-то корректировка подхода и корректировка идей, ожиданий, да, по сравнению с тем, с чем они пришли и с тем, с чем они выходят. То, что даже было видно сегодня на вот предварительной защите своих кейсов, очень много, ну, то есть у тех, у кого задача была максимально приземлена, те, значит, лучше всего поработали, потому что они приходят, ну, вроде с пониманием, что у них есть данные, они могут их взять и что-то оттуда получить. И очень ценна именно практика, которую они получили здесь, в том, что они видят, что данные они могут взять, но качество этих данных и достаточность этих данных, она очень сильно там зависит от ситуации, и не всегда их можно использовать. И действительно нужно проделать колоссальную работу для того, чтобы построить правильно аналитику, сделать какие-то выводы и использовать их в своем, ну, для решения своей задачи в первую очередь. Поэтому это, скорее всего, не заблуждение, а это, наверное, ну, наверное, слегка завышенное ожидание на входе, да. И вот большая ценность действительно такого интенсива в том, что они понимают реальную картину теперь. И на самом деле очень сильно помогает не только тем людям, которые находятся здесь, но и смежным ведомством, подразделением, которые являлись там поставщиками данных, в данном случае для кейсов, потому что они совместно уже выявляют какие-то проблемы в данных, где-то видят их неполноту, где-то видят несостыковки. И уже в ходе работы с кейсами они, вот, начинается у них взаимный диалог, и они где-то уже исправляют ситуацию, что видят, что, например, тот вид данных, который они собирают, его нужно там где-то детализировать, где-то уточнить, где-то собирать их немного в другом разрезе. И, ну, от этого, опять же, все выигрывают. Мне кажется, у них было еще такое ожидание, что это всегда очень сложно, всегда сложное программное обеспечение. Но я так понимаю, мы столкнулись с рядом случаев, когда, в общем, это совершенно быстро и легко коллеги рассчитали на уровне, там, должного владения таблицами Excel. В каких-то случаях такие простые инструменты Excel, которые, ну, помогают что-то автоматизировать, но является, в первую очередь, наверное, полуручным инструментом для какой-то проверки быстрых гипотез или определение хотя бы направления, куда надо дальше анализировать, он действительно помогает. Но вот я также был приятно удивлен, что в некоторых командах есть специалисты, которые в достаточном уровне владеют технологиями и элементами программирования, и действительно смогли сами анализировать данные уже с помощью профессиональных технологий в том числе. И, ну, действительно хорошо, что команда полноценная. То есть это не только люди, которые идейные, да, они приехали с какой-то концепцией, они приехали с командой, которая действительно что-то может делать своими силами. Ну, или нашли на самом деле партнера на острове, потому что это тоже одна из наших задач была попытаться объединить в решении задач два трека. Трек дата аналитиков и трек сотрудников органов власти, которые только-только учились это делать. Буквально сегодня общался с одним из представителей команд по поводу объединения треков и обмена компетенциями. Он высказывал такое мнение, что действительно здорово, что вот такого масштаба мероприятия. И в первые несколько дней, ну, возможно, было связано с какими-то организационными моментами, удалось пообщаться в том числе и с представителями других потоков. И им это казалось очень полезно, и они рассчитывали как раз на какую-то совместную работу. Вот, и, возможно, не стоит их настолько явно разделять по потокам, потому что здесь они друг другу действительно могут помогать. И, опять же, в решении кейсов, при мне некоторые команды, они искали среди участников программ вообще острого, не только трека CDO, но и других. Они искали просто помощь, искали, кто-то искал программистов, кто-то искал аналитиков. И, действительно, они находили друг друга и помогали друг другу в решении задач. Это тоже очень здорово, что это не изолированный трек, направленный только на работу с данными, но и достаточно широкий круг компетенций. Как вы думаете, в какую сторону стоит, вот сейчас приедут наши коллеги в свой регион? Какие, может быть, действия, кроме, собственно говоря, решений своих кейсов, они, на ваш взгляд, могут предпринять, чтобы уже как-то подготовить некий фундамент для дальнейшего развития? Мне кажется, тут важно не бросать их один на один с этими задачами, несмотря на то, что они получили какие-то там базовые знания и навыки. Они получили достаточно мощный стимул для того, чтобы… Ну, они, действительно, сейчас заряжены, заряжены своими задачами и настроены на их решение. Очень важно, наверное, их не бросать, помочь им развивать, потому что идеи, действительно, есть очень интересные и социально направленные. И также очень важный момент коллаборации вот между регионами, потому что многие команды объединялись на фоне решения конкретного задачи, они видят какие-то общие вещи, общее направление, в котором надо двигаться. И действительно, надо продолжать и помогать им поддерживать вот эти коммуникации. И как с точки зрения общения между регионами, так и технологической поддержки, и организационной в том числе, я думаю, что это поможет как раз не чтобы эти задачи не забылись, они в рутине как бы не оставили эти задачи, продолжили ими заниматься. Ну, мне кажется, еще очень важно и самим коллегам проявлять инициативу, потому что, в принципе, они уже сейчас по каким-то своим направлениям могут отстроить правильную систему отчетности, которая дальше будет трансформироваться в систему сбора данных на уровне государства, на уровне субъекта. И еще один важный момент, который я вижу, это постепенное взаимодействие с коммерческими игроками, с сотовыми операторами, социальными сетями, банками, кто тоже аккумулирует значительное количество информации, значительное количество данных, которые могут быть большими союзниками в части выработки правильных, корректных решений, потому что государство все-таки нас видит немножко в таких достаточно жестких рамках, да, каждого из нас, а там в тех же соцсетях или в тех же историях во взаимодействии с коммерческими структурами мы совершенно по-другому можем себя вести, и это тоже важный момент в части принятия решений. Мне кажется, что так. Согласен, но мы все-таки живем в социуме, и те же и социальные сети, и коммерческие организации, в том числе такие большие, структурные, которые распределены по всей стране, как банки, крупные особенно банки, и операторы связи, они являются частью этого социума. И, ну, действительно, если мы говорим о больших данных, то как раз вот данные разнородные, и коммерческие данные, которыми являются владельцы коммерческой компании, и государственные данные, как раз вот их объединение, это как раз и вот дает очень большую платформу для аналитики и для выработки каких-то решений на основании этих данных. Как вы думаете, можем ли мы для своих контрагентов в регионах создать такие, может быть, карты-подсказки для решения конкретных их задач, хотя бы по отраслям, да, так, верхнеуровнево, чтобы они понимали, что вот если эта задача лежит в плоскости, там, я не знаю, образования, то у нас, например, есть информация, которой они однозначно обладают, это просто хотя бы даже численность всех детей и разброс по возрастам, это прикрепленность там к той или иной школе, да, это школьный дневник, но с другой стороны мы понимаем, что есть еще целые большие наборы, связанные с результатами олимпиад, с участием в проектах WorldSkills, может быть, в каких-то участиях в каких-то корпоративных олимпиадах, потому что тоже как бы многие компании проводят, ну, такое вот выращивание детей прямо вот с самого-самого там раннего, насколько это возможно, возраста, чтобы уже формировать дальнейшее, развивать свою команду с людьми тех компетенций, которые им нужны. Как вы считаете, у нас вот как задача такая может быть совместная? Конечно, может быть, потому что даже здесь в рамках программы уже вырабатываются какие-то типовые решения, и, ну, как я уже говорил, много похожих кейсов даже между регионами, и здесь, если какой-то регион опережает другие в части, ну, внедрения вот этих идей, то вот эти типовые решения, они могут использоваться в том числе и другими регионами, можно закладывать как некую там базу знаний для них, и экспертную, и технологическую, которую могут использовать и другие. Вот этот положительный опыт, успешный опыт, в первую очередь, да, его можно и нужно переносить на другие регионы. Это первое. Второе здесь, ну, помимо решения каких-то кейсов там в привязке к отраслям, наверное, в каждом из них можно находить какие-то более частные задачи, которые могут быть междуотраслевые, и, ну, у них может быть одинаковое решение. Если мы говорим про решение на уровне данных, они могут там одинаковые очереди в поликлинике, например, и запись там в детские сады, ну, вот какое-то управление ресурсами, оно вот на уровне данных, оно может решаться, ну, какими-то типовыми задачами, да, типовыми методами, вот, и здесь тоже можно искать некие, некие, ну, там типовые решения, потому что, ну, даже если мы говорим про портал госуслуг, ну, они же даже свои услуги структурируют по жизненным ситуациям, и, в принципе, вот такие решения для них уже тоже можно типизировать по жизненным ситуациям. Если мы говорим про образование, достаточно много было кейсов по образованию, по сути, то, что происходит сейчас, это, ну, наверное, такой необходимый шаг, когда, по сути, текущая традиционная система образования, она оцифровывается, и то, что вот собирается информация, статистика по успеваемости, по всяким олимпиадам, дополнительным кружкам и секциям, это действительно очень хорошо, и это тот нужный шаг, который надо пройти. Но даже система образования в условиях, там, современного мира, она должна меняться, но меняться без, там, цифровой базы накопленной она не может, поэтому важный шаг. А меняться она может в сторону непрерывного обучения, в сторону более тесного взаимодействия учебных учреждений с бизнесом, в первую очередь, потому что, ну, только вот такое взаимодействие, оно поможет растить действительно нужные кадры, которые будут востребованы, в первую очередь, и если сейчас уже, ну, скорость развития технологий, развития бизнеса, она очень большая, и для некоторых направлений бизнеса, в том числе, ну, это непозволительная роскошь ждать, там, пять лет, когда человек отучится на какую-то специализацию. И именно вот технология непрерывного обучения и обучения, в том числе, внутри организации, вот, без отрыва, как бы, там, от деятельности, это очень важные, важные правильные направления. Вот. Причем это касается не только основного образования, но и дополнительного, потому что переориентация, ну, с большим развитием технологий, говорят же, что, там, часть профессии существующих, оно просто исчезнет. И вот скорость переориентации, переобучения, она очень важна. И сейчас для того, чтобы принимать, там, правильные решения, в том числе, и об изменении программ обучения, вот эта оцифровка, она очень важна. На самом деле, вот мы сейчас обсудили вопрос с кейсами, я небольшое такое пояснение сделала. Мы, наверное, там, одни из немногих, кто, в общем-то, попросил наших учеников, наших коллег из региональных органов власти подготовить так называемые кейсы. Это ту задачку или ту проблемку, которую надо решить, пока ты находишься на острове. У нас, честно скажу, сначала был большой массив этих задачек, там, порядка, наверное, 40. Но в процессе работы они сильно трансформировались. И действительно, очень многие взяли более локальные, более жизненные ситуации и проверили свои гипотезы на основе данных, которые у них были. Такой пример, например, был в Ульяновской области, когда коллеги рассчитали модель, при которой максимально эффективным образом в регионе используется медицинское оборудование. Потому что, в общем-то, с одной стороны, возможности сейчас учреждений здравоохранения возросли, потому что были большие государственные инвестиции в эту сферу, и было закуплено очень много разного оборудования. С другой стороны, очень важно гармонизировать этот процесс, чтобы у каждого гражданина, проживающего, в общем-то, они могут проживать в совершенно разных районах, в том числе и удаленных, была возможность при необходимости воспользоваться медицинской помощью и исследованием на конкретном медицинском аппарате или приборе в разных ситуациях по-разному. Вот этот кусочек, если можно, чуть-чуть пораньше вставить, чтобы у нас было пояснение такое, потому что мы про кейсы говорим много, а не очень понятно. Ну и, наверное, в заключении, что бы мы, наверное, сказали и нашим ученикам, и еще кто участвовал, и другим островитянам? Что нам, какие пожелания, может быть? Ну, основное пожелание, наверное, для учеников, которые прошли этот курс, это действительно сохранить ту заинтересованность и ту мотивацию, которую они здесь получили. Ну, потому что действительно хорошим делом занимаются. И здесь пожелание, наверное, в том числе и государству, чтобы государство не оставляло таких инициативных людей и помогало их воспитывать, поддерживало их с помощью проведения такого рода мероприятий, в первую очередь, и в том числе и финансов. Потому что, ну, даже среди команд очень явно видны кейсы их подходу к оценке бюджетов, хотя бы даже реализации таких проектов. И хочется, чтобы не только в Москве или в Санкт-Петербурге, где есть достаточно большие бюджеты, но и регионы, у которых задачи не менее амбициозные, не менее интересные, чтобы у них была в том числе и финансовая поддержка от государства, что поможет им реализовать. И действительно, мы тогда станем на уровне страны, вот эти решения будут развиваться, а не локально в рамках каких-то регионов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...